Как вы знаете, вчера была попытка захвата экс-президента, и сегодня власть поворачивает это совершенно иным образом. Я сейчас слышал по телевидению заявление генпрокурору о том, что якобы спецназ пришел меня пригласить на допрос, и люди на них напали, люди вокруг дома Атамбаева, вооруженные и так далее. Во-первых, я хочу сказать, что вооруженный вот в этом всем комплексе был только один Атамбаев, и я об этом предупреждал. Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх, ну темнота, рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в какого из ребят не попадать. Ну, кто-то их все время подталкивал вперед, чтобы они шли вперед, вперед. Я сразу предупреждал, что я буду сопротивляться, потому что я не баран, которого Соромбай поведет там глотку перерезать. И ответственность за то, что случилось и со спецназовцами, и с гражданским населением, это несет полностью сегодняшний власть во главе с Соромбаем Женвековым. Во-вторых, генпрокурор прикидывается, или на самом деле он абсолютно не знает закон, не их не читает. По закону, до вынесения окончательного решения суда, мой дом должен охраняться службой госохраны. Ночью из числа нападавших было захвачено определенное количество спецназовцев. Часть из них, которые были в тяжелом состоянии, потому что, ну, я понимаю людей, которых били, стреляли. Некоторые тоже не выдержали, не сдержали свои эмоции. Тех, кто был в тяжелом состоянии, мы отправили к всех город. Но сегодня здесь тоже есть ребята, и я рад, что вы поддержали. Их тоже надо, конечно, отправить. Это тоже чьи-то дети. Не надо, чтобы из этого делали спекуляцию, что мы держим заложников, там, измываемся над ними. Мы за ними смотрят врачи, ставят капельницы, но надо их сегодня же как можно быстрее отправить в город. А сами мы спокойно пойдем в город, в форум, в Белый дом, на бессрочный митинг. За смерть несет ответственность Сурамба Дзеймиков, который послал ребят, тоже абсолютно ни в чем не виновных, на вот такое очень грязное.